всем привет ребят ну что решил сегодня записать такое не знаю возможно познавать некоторых людей видосик возможно для некоторых нет решил я сделать все-таки топ-10 героев которых бы я качал использовал и которых я больше всего использую я не буду сюда включать там донатных мега донатные героя таких как огник минотавр например то есть смысла нету я просто обычный героем которых я повседневно использую которые мне нужны во всех локациях есть конечно еще другие герои которых я использую но я вам покажу именно топ десятку которую для себя определил и которых я вам сегодня расскажу и покажу в общем вот эти герои это не ровни на которых вы видели подумали блин сейчас куча ронина с ожогом будет так ну что на сегодня наверное самый топовый это будет у нас лазу лекс то есть на русском сервере ледяной феникс это один из самых имбовых героев бездонатных которые нужен и доната и бездонату он используется во всех локациях если он у вас есть это очень огромный плюс я не знаю я бы даже наверное его поставил на первое место потому что он сдвинул оттуда фрею сдвинул всех остальных почему и покажу сразу вам я буду наверно сразу вам сборочки показывать рассказывать какие лантики вот у меня есть два таких один ремочный один с живой девятой рудами ставится ремка то есть такой вот вариант отличный и на этот вариант можно ставить разные талантики то есть это самые такие топовые используются этот герой мной везде то есть даже на архидемоне пвп локациях однозначно атаки фартов битве гильдии в общем везде на сегодня это один из самых таких топовых героев бездонатных конечно есть огник но лазу лекс мне кажется даже покруче хоть он и не донатный дальше у нас идет ну конечно же фрея этот герой мега-мега-дамагер не знаю используется за счет своего ограничения урона как у донатного не крыла везде на пвп локациях на архидемона для набития нормального урона в дефах ну в дефах я вам показывал этого героя этот герой больше помогает чем мешает противнику при правильном использовании определенных героев фрейки бывают разные черные белые красные и заразные в общем тут у меня фрей немного у меня их всего лишь две с разными талантами один с пактом для урона с оживой я тестирую еще тоже очень отличный вариант покажу вам блин прокачкой прорыва очень понравилось для архидемона вот такой вот вариант и универсальный пастью есть еще вариант поставить утекание там разные эти но я показываю то что у меня есть то что я использую утекание можно поставить и руны а вот урон ей нужен всегда там либо ожива оживу я вам тоже отдельно покажу дальше следующий герой наверно по имбовости по универсальности это будет ворожай почему выражает без отхила вы к сожалению ничего не сделаете везде где есть ворожай у вас будут проблемы если у вас его тоже нет используется он на подземках в основном на по локациях для отхила на то угольной армии в общем везде тут где только можно это самый топовый хиллер битве замков на сегодня есть разные сборочки самые топовые у меня тоже здесь их немного у меня на разных серверах разные талантики но в основном английском у меня такие самые интересные это священный огонь ракушку тестировал но священный огонь огненка на сегодня ожива собирать можно еще с бастом на урон его не советую собирать смысла нет то есть такой вот герой который дает атаку добавляет он по сути и баффер еще и отхил дает ну в общем и снимает дебафы снимает молчание тары то есть всего выходом реально все стало намного круче и любой бездонат хочет его получить дальше если брать рассматривать битву замков как битву замков то есть это битва против других игроков самая основная локация всегда блата битва гильдий ронин для бездоната и среди бездонатных героев на сегодня проще всего пройти это битву гильдии с ронином по таланту я вам тут даже рассказывать не буду все и так знают уже что это ожог ставите ему ожог уклонение плюс феникса либо цапану в зависимости того как вы проходите либо оживу рунами варианты разные есть я вам рассказывать все не буду это наверное четвертое место будет потому что без него реально было бы много сложно особенно для бездоната для доната там никаких ограничений сейчас нет а вот для бездоната реально сложно битву гильдий проходить если нету ронин то есть ронин это у нас сложное четвертое место на пятом месте у нас конечно же будет анубис почему он на пятом ну не знаю он уже не настолько играбельная как был раньше раньше он тащил везде это же 20 прорыве ему прокачал показал вам сделал обзорчик что я могу о нем сказать герой действительно обалденный урона много ожива встроенная все круто но уже немножко не тянет на первые места в топе потому что есть герои покруче которые вы просто выносят ничего сделать не может основном его используют ну на пвп локациях понятно без донаты на атаки фартов также его используют в основном для подземок это подземочные герои я показывал анубису есть альтернатива и наверное вам тоже еще раз покажу если хотите увидеть поищите на канале обзорчик на тритона с девятым фактом круче чем анубис казалось бы как это так обычный зеленый там герой круче да не зеленым тритон по-моему я уже даже забыл честно говоря там зеленый не зеленый в общем суть не важно гарнизонный герой круче чем анубис там нету кулдаун анубиса есть куда он это самый такой минус его но в принципе это один из минусов а так в принципе у него в основном плюсы и поэтому занимает у нас пятое место да там пятое место у него будет он чисто для подземок варианты порочный пакт он у меня здесь к сожалению один я очень много разных обзоров записал вот я себе определил два таких это на урон порочный пакт и на дав огненная защита то есть два варианта таких качаете ему все на урон и вам будет счастье рунами там водушка ремка зависимости от локации его используете но герой действительно еще еще тот есть другие варианты для без доната бастион бог войны я это все рассказывать как бы я показываю то что у меня есть чем я в основном пользуюсь и чего мне хватает дальше пятое место я вам сказал шестое место это наверно у нас будет будем а я его случайно отсюда убрал давайте так буду убирать как этого мы сделали сделали рейку сделали буги мы поехали покажу автопрокер такой же как и анубис дамага очень много нету столько правда целей встроенная одна жива то есть один раз ресса лица но без ресса лица два раза бастион пакт самые такие топовые еще с огненкой собрал для теста рудами ремочку ставите и просто нереальный урон будет у вас он будет у вас тащить везде чисто по вашей героике на древнем тоже используется очень круто дамажит помогает это у меня сборка для древнего испытания которое сейчас покажу в общем такой вот герой не знаю альтернатива анубису во многом особенно на забытой на арене очень круто помогает в древних кто и кто имеет тот знает о чем я говорю то есть герой заслуженно занимает шестое место седьмое место ну среди тех кто остался ну наверное по используемости то как я использую это будет у нас махатма махатма на сегодня но сама имбова этого такая у нас утеканием если она включится можно выживание вот поставить рунами вы ее очень долго будете убивать очень много дефа у него получается за счет ее скилла очень много дамага снимает энергию восстанавливает себя в общем нереальная имба да она не так часто но используется как как другие герои поэтому я ее не ставлю на первые места но если она у вас есть она вам очень поможет и на подземках и в полу по локациях правда надо ее правильно собрать дальше у нас осталось скажем так три героя то есть восьмое место ну наверное по универсальности это будет все-таки bigfoot почему он замораживает он имеет иммунитет и он имеет от сил он используется на полу по локациях на архидемоне на атаке фортом на битве гильи в общем везде где только можно тоже его использую раньше он когда-то когда там патерина он был топовым там один из крутых героев на сегодня он уже не такой он сливается очень быстро фай и прочими героями но опять же он не теряет свои актуальности варианта у меня тут такие вот есть ракушку то есть она это не то и прокачал замедление я это не использую уже это не актуально актуально вот а живу можно поставить ремку священный огонь у меня есть но я не использую потому что вот мне больше огненка заходит тем священная вон девятка пастион можно ставить на урон и не советую собирать он будет очень быстро сливаться лучше собрать датный вариант либо вот такой вот с живы дальше дальше у нас будет стрелок стрелок хорош тем что забирает энергию очень много имеет тапа за счет своего умения вот у меня две сборки есть на архидемона вот с иракулом рунами ставится вода я достил с каменькой показывал обзорчик бравлера руки и в принципе на хим на архи очень хорошо заходит самый топовый конечно священные войска играете на дав его ставить максимальный дав не очень сложно будет убить обзор я вам показывал можно поставить еще вариант пастионовыми на защита там стойкость за счет своего умения он будет реально очень крутой все это вы можете тоже посмотреть есть куча видосов обзоры там все сказано ну и последний на сегодня герой это у нас сед на она заменила дерево используется на битве гильдий на атаке фортов чем она лучше она дает дополнительно стопроцентный баф она отхиливает она рисует она дает дар то есть по универсальности я использую тоже очень часто вы можете видеть многие видосы дея и использую по талантам ожива плюс ремка до стандартной соберу вам еще с пак там достил саркушка еще тоже неплохо смотрится в общем такой вот герой автопрокер можно рунами ставить в ладушку там ставить на дав на волны тоже мега крутой герой принципе все пишите комменты что вы хотите еще видеть какие обзорчики вам сделать если понравился видосик ставьте лайк всем удачи всем пока